Доброе утро! Автоинспекторы Карачаева-Черкесии провели в курортном поселке Архыз оперативно-профилактическое мероприятие, уделив особое внимание сфере оказания услуг туристам. Смотрите все подробности в репортаже Артура Мхце. Пока одни в Карачаево-Черкесии наслаждаются красотами горных пейзажей, другие заняты обеспечением безопасности на автодорогах. Оперативно-профилактическое мероприятие полицейских в курортном поселке Архыз было направлено в первую очередь на проверку качества предоставляемых туристам услуг. Тем более, что аренда квадроциклов как автомобилей повышенной проходимости пользуется здесь огромным спросом. В первую очередь обращают внимание на использование ремней безопасности, использование мотошлемов, а также техническое состояние всего выдаваемого автотранспорта. В ходе выявления административных правонарушений устанавливается собственник, с ним проводятся профилактические беседы. Если имеется административное правонарушение, то он привлекается к административной ответственности. Профилактическим беседам с владельцами внедорожников, участвующих в организации джиппинга, было уделено особое внимание. Все-таки далеко не каждый собственник квадроциклов или его персонал соблюдают существующие требования, следят за состоянием транспортных средств. А ведь неисправность авто может привести в том числе к трагическим последствиям. Наличие лицензии, контроль технического состояния внедорожников, их обслуживание, предрейсовый медицинский осмотр – это и многое другое должно быть в полном порядке. Общались дорожные полицейские с туристами, которые решили разнообразить свой отдых экстремальной поездкой по бездорожью. Объясняли им правила пользования квадроциклами. К примеру, что ремни безопасности – это не формальный атрибут, а чаще всего жизненная необходимость. – Слева необходимы? – Да. – Ну, проверяли, допустим, обслуживающая организация, спрашивала, есть ли у вас права наличия возможности управлять транспортным средством? Да, спрашивали. – Да. – А то, что у транспортного средства нет номеров, ну, понятно, что это не туристов вина? – Ну, да. Мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. – В ходе последних рейдовых мероприятий было выявлено 28 административных правонарушений. Из них по использованию ремней безопасности 5 нарушений, использование мотошлемов было, и 4 транспортных средства было направлено на прекращение регистрации в связи с изменениями в конструкцию кузова. Все нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством России. Артур Макцелий-Бастанов при содействии Пресс-службы регионального управления МВД. Вести, Карачао-Черкесия, Архыс. Далее прогноз погоды. А в 9.30 смотрите Вести на Ногайском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 6-11, в горах до плюс 6, днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 12-14. Температура ночью 8-10, днем 23-25 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова